Хотите увидеть, как чаевничали наши предки? В художественной галерее «Централь» открылась выставка старинных русских самоваров, почти забытого предмета обихода. После того, как стало понятно, что мы и сами ничего о них не знаем, да и, собственно, люди, к которым мы обращаемся, тоже мало что могли сказать. И с этого момента началось коллекционирование самоваров. Каждый самовар, он как бы нес в себе вот эту частичку знаний, да, и каждый раз это было, с каждым самоваром приходило просто открытие. Еще сто лет назад самовар был в каждой семье. У кого-то они были предметом роскоши, покрытой золотом и серебром. Фабрики выпускали самовары на все случаи жизни, от пятивезерных трактирных до небольших на один-полтора стакана, прозванных народе самоварами-эгоистами или отрадой холостяка. Путешественники брали в дорогу специальный погребец, в нем была корзина для чаепития, состояла из двух чашек и блюдец, сахарницы, двух ложечек, спичек и маленького самоварчика на спиртовке. А в начале 20-го столетия был изобретен заплечный самовар, приспособленный для условий военного похода. Если есть хороший предмет, то значит он когда-то был сделан. Хороший просто так не сделают. Значит была какая-то конкуренция. Значит были какие-то люди, которые это делали, фабрики, которые производили, ставят клеймы на самоварах. Значит это были какие-то аукционы, значит это были какие-то выставки для того, чтобы показать эти самовары. А никто ничего не мог толком сказать. Ну и с этого и началось коллекционирование самоваров. А когда мы уже сами набрали это знание, и вот мы хотели поделиться этими знаниями со всеми, кто в этом заинтересован. Ну кто не безразличен во всяком случае к истории нашей культуры. Выставка знакомит гостей с самоварами Российской империи. Здесь каждый сможет погрузиться в историю городских, чайных и торговых домов. Узнать как связана жизнь простых жителей, предпринимателей, путешественников и особенно художников края с самоварами. Мы еще не раскрыли потенциал частных коллекционеров. И ту задачу, которую мы сегодня перед собой ставим, именно это. Оказать дополнительно тем музеям, очень важным нашим культурным учреждениям, которые показывают нашу историю, нашу самобытную, нашу жизнь. Сегодня добавится вот такая еще страничка частного коллекционирования, которую вы сегодня увидели во всем формате разнообразия. В рамках экспозиции запланировано множество интересных мероприятий для взрослых и детей. Выставка продлится до 10 августа. Екатерина Зверева, Настасия Лихман. Новости на Восьмом.